Президент Беларуси направил послание со словами поддержки своему коллеге и другу, лидеру Китая Си Дин Пину в связи с коронавирусом. События в КНР никого не оставили равнодушными. От имени белорусского народа и себя лично глава белорусского государства выразил глубокие соболезнования семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим. Беларусь направит в Китай гуманитарный груз. Александр Лукашенко заверил главу КНР, что наша страна готова и впредь оказывать всяческую помощь. Цитата. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая, говорится в послании. Борт ЕЛ-76 с помощью уже готовится к вылету в Китай. Гуманитарный груз это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, маски, халаты и перчатки, а также средства дезинфекции и иные изделия медназначения. По поручению президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко оперативно сформирован груз в основном медицинского назначения, который в ближайшее время будет доставлен в Пекин нашим друзьям и коллегам из Китайской Народной Республики. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь поручено обеспечить формирование груза, загрузку, разгрузку в пункте назначения и соответственно передачу китайской стороне. Груз будет порядка 20 тонн, соответственно, как я и сказал, это груз чисто медицинского назначения. Также прорабатывается при необходимости и выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания помощи китайским коллегам. Из-за коронавируса в КНР авиаперевозчики по всему миру временно прекращают полеты в материковый Китай. Крупные автоконцерны и ведущие производители электроники приостанавливают там работу своих заводов. В Поднебесной пытаются справиться с паникой в интернете. Смертельная инфекция, которую можно подхватить даже через глаза, побила рекорд атипичной пневмонии начала века. Ученые работают над созданием вакцины. Потенциальный ущерб экономике Китая из-за эпидемии коронавируса уже оценивается в 40 миллиардов долларов. В Минске начали работу тематические подгруппы по Донбассу. В обсуждениях коснутся обмена пленными, дополнительных участков разведения силы и открытия новых пунктов пропуска. Напомню, предыдущее первое в текущем году заседание контактной группы прошло впервые при участии швейцарского дипломата Хайди Грао, которая была назначена спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине. Она сменила на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика. 176 дней до старта Олимпиады в Токио. Для подготовки атлетов в Беларуси используются все ресурсы и в первую очередь возможности РНПЦ спорта. Новое здание центра уже сегодня работает на полную мощность, в месяц обслуживая более 30 тысяч атлетов. Глава администрации президента Игорь Сергеенко вместе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко и министром спорта Сергеем Квальчуком лично увидели возможности РНПЦ. Вся необходимая база создана для реабилитации спортсменов и контроля их физического состояния. Центр оказывает сегодня и медицинскую помощь, и самое главное, наверное, то, что научно-практическую помощь. Практически сегодня все спортсмены, которые здесь обслуживаются, это более 33 тысяч человек, получают по всем практическим направлениям то, что требуется для подготовки как высоких уровней спорта, высоких достижений, так и для детского, детско-юношеского спорта. Также на базе РНПЦ работает аналитический отдел подготовки национальных и сборных команд, ультрасовременный кабинет магнитно-резонансной томографии, отдел медицинской реабилитации. Установлена даже уникальная криокамера. Новая информация у моих коллег уже в 15 часов. Хорошего и успешного дня! Редактор субтитров А.Семкин